Всем привет! Я немного выпал из жизни, зато очередной сезон детско-юношеского футбола в Москве стартовал. И снова радует крутейшими пацанами, которые забивают вот такие, например, голы. Александр Пугин, 2009 года рождения. Неплохое начало сезона. Когда видишь такое, то понимаешь, что это последняя неделя, прошедшая в режиме без преувеличения круглосуточной работы, в целом, все же, наверное, не зря. Сегодня будут не совсем новости, а точнее, совсем не новости. Прошлый выпуск, который должен был выйти на прошлой неделе, я пропустил, но следующий выйдет по расписанию через неделю. Там поговорим о всем важном, что я не сказал, и что случится вот как раз на этой неделе, матчи с Нижним Новгородом и всем таком. Сегодня же предлагаю просто поговорить о матче с Сочи и важных моментах, которые окружали эту игру. И пока вы вспоминаете, что же такое важное окружало эту игру, уделите, пожалуйста, пару секунд тому, чтобы поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. Вам не сложно, а мне приятно. И еще более приятно будет, если вы подпишетесь на Бусти. Ютуб и раньше у меня не особо монетизировался, а теперь и вовсе перестал. А на Бусти я стараюсь регулярно что-то писать, комментировать, новости какие-нибудь, и просто делиться своими мыслями, а иногда и даже эксклюзивными видосами. И если уж мы заговорили про то, как поддержать меня, то я с вами тоже хочу кое-чем поделиться приятным. Идите поближе, не хочу, чтобы нас кто-то услышал. Есть такая компания, называется Фонбет. Оказывается, если скачать мобильное приложение по ссылке в описании и ввести секретный промокод, то вам на счет начислят аж 2000 рублей, которые вы затем можете ставить на исходы различных спортивных событий. Например, вот если бы меня кто-нибудь послушал и поставил на гол Исидора, как я советовал в прошлое воскресенье в своем телеграм-канале, то он мог бы увеличить свой банк в 4 раза. А теперь слушайте секретное слово. Ежелоко. Если не знаете, как пишется, то листайте вниз. В описании все-все написано. Зато есть передача голевая, и мяч в секретный ворот, и Исидор оформляет дубль. Итак, Сочи-Локомотив. Вообще, матч с такой вывеской я предпочел бы смотреть на стадионе. Солнышко, море, все дела. Но слишком уж неудачной лично для меня оказалась дата этой игры. Но ничего, если пару лет назад во время коронавирусного карантина я еще волновался за судьбу лучшего выезда РПЛ, то теперь Сочи, конечно, ничего не угрожает. Более того, второй год подряд сочинцы претендуют на то, чтобы закончить сезон в зоне Еврокубков. Самих Еврокубков, наверное, уже не будет, но суть это не меняет. Прямо сейчас сочинцы идут на четвертом месте, и это вполне заслуженно. Не удивлюсь, если они по итогу окажутся и выше Локомотива, что в целом, наверное, никого не удивит, и выше ЦСКА с их гениальнейшим менеджментом, гениальными трансферами, арендами, и не менее гениальным директором по коммуникациям. Так вот, это Сочи случилось с нами сразу после кошмарного поездатого выезда в Ростов, где Локомотив впервые в этом году, как по мне, не имел шансов на сколько-нибудь положительный результат. Ну вот, про ЦСКА условно можно сказать, а вот забей тогда рифат в пустые ворота, все было бы совсем по-другому. Или, да и с Енисеем одного только Исидора было моментов на хет-трик. Теперь-то мы знаем, что Исидор вообще-то умеет забивать, а тогда вот он не попадал с метра в пустой угол. Так вот, с Ростовом таких отговорок у нас нет. Ростов просто был лучше и планомерно разрывал нашу оборону примерно одним и тем же способом. И это очень хорошо работало, а мы не могли сделать подряд 3-4 передачи, чтобы не напороться на жесткий прессинг и не выбивать мяч абы куда. В общем, отвратительный матч, который было больно смотреть, и удаление этих князяна тут даже особо ни при чем. Сочи умеет пользоваться чужими слабостями не хуже, а то и лучше Ростова. Там работает хороший тактик Федотов, который выжимает из не самых звездных ресурсов максимальную эффективность. И можете вспомнить, как, например, Сочи размазала подряд ЦСКА и Спартак в конце прошлого года. Это я, собственно, к чему. Как мы прекрасно знаем, Локомотив сейчас старательно представляют командой с заваленной Гизделем предсезонкой, без тренера, с сумасшедшим руководством, которое старательно разваливает клуб и все такое. Во что обычно вываливается на футбольном поле такая обстановка? В неумении держать удар. Самое показательное – это вот последняя осень кикнадзе, в которую мы по итогам считали цыплят. Локомотив не делал никаких выводов из своей игры, выходил теми же футболистами, по той же тактике и рассыпался, как карточный домик после первого удара. Команда была абсолютно неуправляемой и валилась в неконтролируемый штопор. Матч с Сочи в этом плане должен был как раз показать, готова ли команда держать удар, как она будет реагировать на болезненную оплюху и сохраняется ли вообще хоть какое-то подобие контроля над ситуацией. Уже со стартового состава стало понятно, что какие-то выводы были сделаны, и Локомотив попробует выйти и сыграть по-другому. Не факт, что это будет лучше, но по-другому. И это важно, потому что лично меня, например, часто раздражало, даже вот в отличные палоческие времена, что Локомотив упорно бьется головой об стену одинаковых решений, которые приводили к одинаковым результатам. Правда, к чести Палоча, и почему он является гениальным тренером, даже будучи уже в достаточно преклонном возрасте, он пару раз, стукнувшись головой об стену, не гнушался идти на невероятно смелые эксперименты, как, например, смурило в опорной зоне и перестройку схемы специально под это в матчах даже Лиги Чемпионов. Локомотив после Ростова усадил запас Рифата Жамалединова, который явно находится не в своей тарелке. Рифат — лидер этого сезона. Он по-прежнему видит поле, может сделать пас или пробить, но для этого ему нужно пространство и несколько секунд на принятие решений. Увы, такой роскоши сейчас мало кто позволяет. Ну, вот Химки позволили и поплатили за это, и то даже в том матче хватало затупов от Рифата. И это важно в той связи, что заменили Рифата по сути не Максимом Петровым, как того можно было ожидать чисто по позиции, а дебютантом Карпукасом, что в корне меняет подход ко всей игре. Тут надо сделать небольшое лирическое отступление и побомбить немножко относительно Артема Карпукаса. Этот парень провел шикарнейшую осень 2021 года. Каждый матч молодежки превращался в небольшой бенефис Артема. Сначала он просто выжигал центр поля где-то там в сентябре-октябре, а потом начал еще и после того, как отбирал мяч, блестящими передачами начинать атаку и помогать команде забивать голы. В иные времена, как минимум на первый сбор основы, брали выводок наиболее проявившей себя молодежи. Три, четыре, пять человек, которые, может быть, даже и не помощники здесь сейчас основе, но они знакомятся с командой, с требованиями, с тренерами, а тренеры, соответственно, знакомятся с ними, и интеграция в их состав по необходимости проходит более-менее безболезненно. Карпукас, на мой вкус, шел бы под первым номером в списке молодых, которых нужно брать на сбор, причем с большим-большим отрывом, там даже близко никого нет. Но Гиздри вообще не взял никого. Чуть больше месяца назад Карпукас играл за молодежный состав против Спартака, это даже не Казанка. И вот он в старте на матч против Сочи. Сочи! Они выше нас в турнирной таблице. В старте не потому, что других не осталось и нужно заткнуть дыру. Во-первых, было кем заткнуть, а во-вторых, его в принципе можно было не ставить, мы с тремя центральными полузащитниками вышли. И не потому, что у Карпукаса получился какой-то дикий прогресс за эти пару месяцев, он толком и не играл его сразу после того же Спартака, где он сыграл потрясающе, забрали в основу. Он был в старте, потому что здесь и сейчас заслуживал этого. А четыре месяца назад не заслуживал даже попасть на сбор. И вот возникает вопрос, а какого хрена, собственно? Ну, тот же Цорн посещал кучу матчей молодежки и Казанки, Мёкель сидел и даже ранее ходил на эти матчи. Ну, вы что, не видели Карпукаса, а потом внезапно как увидели? Зато Хлынова, который до сих пор не дорос до уровня ПФЛ, вы таскали на сбор вообще не пойми зачем. Короче, ладно, все это вопросы без ответа, они длятся уже давно и длиться, судя по всему, будут еще долго. Судя по слухам о закрытии Казанки на выстраивание нормальной системы, подъема от школы до основы через молодежку, Казанку, надежды особой нет. В том виде, в котором Казанка существует сейчас, она действительно особо и не нужна. Там тренируют Федоров, которого вообще-то брали как селекционера. Там играют ребята, которые не то что до локомотива не дорастут, они с трудом найдут себе продолжение карьеры даже вот в ФНЛ-2. Кроме, может быть, Иванькова и более молодых ребят 2002-2003 года рождения. Но главное, за полтора года не было предпринято ни одного шага, чтобы это хоть как-то изменить. И в таком же состоянии был, по сути, Лока-2, перед тем, как его закрыли в прошлый раз. Это, конечно, грустно. Не катастрофа, но грустно. Я жил надеждой, что вот-вот и на Казанку обратят внимание и начнут делать по уму. Но закрыть, конечно, гораздо проще. Вернемся к матчу в Сочи и замене атакующей единицы Рефата на оборонительную Артема Карпукаса. По идее, это вообще должно было выглядеть как трио Бабкин-Карпукас-Марадишвили. Но в последний момент, по неизвестной причине, место Бабкина на поле занял Бека-Бека. В этой конструкции Артем Карпукас был глубинным опорником. На усредненной позиции он чуть ли не на одной линии с Едваем и Мампасе. И, по всей видимости, решал задачу перекрытия передач как раз в зоне между центральными защитниками, которые регулярно проходили в прошлых матчах из-за активной игры центральных защитников по всему полю. Но не решил. Первый гол, который мы пропустили, только начался с ошибки подскользнувшегося Мампасе. А в решающую фазу перешел, когда Е2 и зачем-то побежал за спину Курпука, совместо того, чтобы сопровождать Ангбана на краю нашей штрафной. Сам гол это случайность. Но первые минут 20-25 Сочи разрывал оборону, не особенно напрягаясь. Качественными перемещениями, быстрыми переводами мяча с фланга на фланг. Наши еще почему-то никак не могли устоять на ногах и постоянно падали. Лишь во втором тайме только нашли устойчивое положение на поле. Может, шипы сменили. Но потом ситуация выправилась, а до опасных моментов у ворот локомотива доходить перестало. Есть ли не считать наш бич стандартные положения. С ними опять все плохо. И здесь первый плюс относительно матча с Ростовом и вообще относительно предыдущих игр. Так получилось, что одно из основных оружий, которые против нас применяли Ахмат, Спартак, Ростов и остальные команды, это забросы за спину нашим центральным защитникам. Мы играем с высокой линией обороны, и при этом один из защитников еще и регулярно выходит вперед, чтобы встретить атакующего игрока с мячом во время приема и сразу же вернуть мяч себе. Возвращать получается не всегда, поэтому создаются регулярные моменты, когда разрываются зоны, и эти моменты превращаются в регулярные голы. Очень хорошо это получалось у Спартака в первом тайме и у Ростова вообще всю игру. А у Сочи не получилось в итоге ничего, и здесь стоит отметить огромный вклад вернувшегося в строй Гильерме, который раз за разом забирал мячи на линии штрафной. Худюкову еще предстоит набраться опыта и бесстрашия, чтобы играть так далеко от своих ворот. Как наиболее яркий эпизод, это вот гол Полоза, который, конечно, ничего не решал, и у меня минимум претензий к Дане по этому матчу, но вот просто ради демонстрации. Такие мячи должны оказываться в руках у вратаря раньше, чем они окажутся в ногах у нападающего. Даня же стоял в створе ворот и очень поздно рванул на перехват, понял, что не успеет и в итоге вообще лишил себя каких-либо шансов на спасение. Но, конечно, одним только возвращением Гильерме это не могло решиться. Тот же Карпукас, опускавшийся третьим центральным защитником, немало этому поспособствовал. И это как раз маркер той самой реакции команды и тренерского штаба на прошлые неудачи. Если еще и с угловыми разберутся, и мы перестанем после них пропускать, так это, глядишь, и побеждать начнем почаще. Отдел оборонительных перейдем к атакующей фазе, тем более, что там после 30-й минуты локомотив действительно стал почаще появляться у чужих ворот. Пару моментов удалось создать и в первые полчаса, но это были такие, скорее, случайности, отскоки, индивидуальное мастерство игроков, а не что-то системное. Ну вот Керк, наверное, мог все-таки поймать мяч ногой, а не попытаться пробить головой в достаточно безнадежной ситуации. Хотя и так неплохо получилось, конечно. Керк и стал, наверное, главным проводником атак локомотива, потому что с упорством Бизона начал таскать мяч на чужую половину поля. Эффекта особого, к сожалению, было немного, потому что момента для удара ему так и не удавалось найти, и он упирался то в вратаря, то в защитников. Но, тем не менее, это стало давать локомотиву важные переходы на чужую половину поля. И первый гол, и второй случились именно после проходов Керка, и это важно отметить, потому что Герана не отмечается в протоколе с забитыми мячами, в отличие от Исидора. Но без этой работы, без работы Кости Марадешвили по доставке мяча со своей половины поля на чужую, Исидор бы просто не получал мяч в нужных точках. К сожалению, выстроенностью и отлаживанию именно командных действий по доставке мяча в атакующую зону мы пока не отличаемся. Рефант Жамальдинов, который должен был заниматься организацией этого процесса, пока, надеюсь, что пока, набирает формы, и на первый план выходят именно индивидуальные действия. И вот Керк их показывает, и это не менее важная работа, чем у Исидора, который великолепно решает свои эпизоды. Поэтому критика Керка или, например, Кости Марадешвили, мне кажется, не совсем заслужена. Исидор, конечно, палочка-вручалочка весеннего локомотива, и это в очередной раз доказывает, что хорошие забивные футболисты не обязаны стоить дорого. Их можно найти даже в полулюбительской французской лиге, если, конечно, их искать. Правда, переоценивать Исидора тоже не стоит, и эта его голевая серия обязательно когда-нибудь прервется. Ему еще предстоит научиться больше влиять на игру. Сейчас довольно часто случаются большие отрезки игры, когда его фамилия вообще не называется, когда я комментирую матчи. Хотя он играет крайнего нападающего, вообще-то с мячом должен встречаться довольно часто. Но каждый матч прибавляет ему уверенности, дерзости, и мы узнаем о нем что-нибудь новенькое. В прошлом матче вот узнали, что он умеет бить пенальти. В этом пригодилось, но и узнали, что и головой он тоже может сыграть, если надо. Наверное, главный вообще вопрос всей этой игры, это ранняя замена Исидора. В тот момент, когда Локомотив, казалось, должен добивать Сочи, тренерский штаб Локомотива снимает главного Голиадора. А до этого он вообще-то по 90 минут все матчи отыгрывал. Вот со Спартаком доиграл до последних минут и гол забил какой шикарный. Ладно бы Локомотив просто снял Исидора, так ведь на скамейке-то у Локомотива нету других нападающих. Выпустили Рыбчинского, и это чуть не стоило нам поражения. Именно он напожарил, как будто у него был дебют, а не у Карпукаса. Благо, Жуазиню оказался в небольшом офсайде. Ну а про концовку я вообще говорить не хочу, потому что будет много мата, а его и так было много на моей трансляции. И если с заменой Керка все более-менее понятно, столько рывков за матч не проходят даром, и эффективность действий Керка сильно снизилась к концу матча, то вот Исидор вполне мог взять паузу минут на 5-10, если устал, и включиться на концовку игры. Это нормальная игровая аритмия. Единственное объяснение, которое я могу придумать, это необходимость поберечь Исидора от возможной желтой карточки. Их у него уже три, и каждая следующая означает пропуск следующей игры. А на следующую игру мы и так уже остались без кухты. Играть и без кухты, и без Исидора одновременно, конечно, не хочется. Однако и тут есть вопросы. Результат в матче Сочи не был сделан ни на момент замены Исидора, ни вообще. И никто не гарантирует, что присутствие Исидора на поле в матче с Нижним Новгородом этот результат нам принесет. Поговорка про двух зайцев работает очень хорошо. Зайца Сочи мы не поймали, а могли и вообще пасть в неравном бою с ним. Посмотрим, что теперь будет с Нижним. А вторая проблема в том, что три карточки Исидора так и висят над ним домокловым мечом. Если он получит карточку с Нижним, то пропустит Зенит. А если схватит ее с Зенитом, то Краснодар. А дисквалификация Кухты может быть длительной, на 2 и 3 матча. И что будем делать? Вообще не выпускать Исидора, боясь дисквалификации? В общем, этого момента я не понял. И, как обычно, никто из журналистов ничего не спросил у Хапова на после матча и пресс-конференции по этому поводу. Это ж футбол, это неинтересно. То ли дело спросить у Хапова, как он относится к потасовке Кухты и Родриго. Вот это журналистика, это да. Я, честно говоря, не думал, что главные тренера получают такой валидол. Еще один важный момент, за которым я слежу и буду продолжать следить, относится к физической форме. Важный тревожный сигнал поступил у Дмитрия Баринова в его интервью по поводу самой легкой предсезонки в его жизни. Поэтому сейчас для себя каждый матч я отмечаю именно с этой стороны. Что по мне характеризует плохую физическую готовность команды? Это частые мышечные травмы и исчезновение игроков во время тренировочного процесса, когда вот вроде как игрок есть, а когда объявляются стартовые составы, мы понятия не имеем, почему он в него не попал. Плохое движение во время игры, которое приводит к невозможности сделать несколько передач подряд. Ну и провальные концовки таймов, на которые не хватает сил и концентрации. Собственно, яркая иллюстрация этого всего, это две последних осени, где как раз был полный набор. Причем проявляется это, разумеется, не сразу после сборов, а где-то через месяц, через два. Кстати, примерно это мы сейчас можем наблюдать с ЦСКА. У них явно что-то пошло не так. После шикарнейшего старта, где они много забивали и вообще были шикарной командой, они сейчас просто встали и играют в очень плохой футбол, а игроки таинственно исчезают или жалуются на то, что играют через боль. По локомотиву лично я ответа пока не получил. С одной стороны, в концовках таймов мы обычно доминируем. Вот Сочи едва не забили и выглядели, например, явно свежее Спартака в концовке. Без эпизодов отдельных не обходятся, как с тем же Ахматом, но все-таки в своей штрафной не стоим и лихорадочно не отбиваемся. Ну, по крайней мере, пока. Нет и необъяснимых травм, кроме вот исчезновения Бабкина перед самой игрой Сочи. Но это предматчевая разминка, на ней может произойти что угодно. На игру он явно планировался. В остальном же несколько матчей подряд мы выходим плюс-минус одним и тем же составом, ротация только по причине дисквалификаций и каких-то тактических нюансов. Это явно шаг вперед после осени. При этом очень смущающий меня фактор это отсутствие прессинга с нашей стороны, который мы так тщательно отрабатывали на сборах и который у нас был в какой-то мере даже по осени. Более того, почти весь матч с Ростовом, почти весь первый тайм Сочи, это они нас запрессинговали и не давали выйти со своей половины, без того, чтобы просто мы не шарашивали мяч на чужую половину поля. Это очень настораживающий момент, потому что без активного прессинга вся наша конструкция с высокой линией обороны просто не будет работать, а Исидор и Кухта так и будут на голодном пайке, пока Керк не протащит мяч со своей половины поля на чужую. И одним из факторов, почему этого нет, почему нет прессинга, может быть не очень хорошая физическая форма. Если так, то с каждым следующим матчем мы будем видеть скатывание во все более медленный и простой футбол. Да, 2-3 передачи и заброс куда-то вперед. А впереди как раз те самые решающие матчи, которые могут нас или внести в зону Еврокопков, или вынести куда-то в зону празднующих столетия в этом году. Будем наблюдать. Май будет очень интересно в плане футбола, но перед ним Нижний Новгород, который нынче совсем не подарок, что, впрочем, не значит, что нам не надо его обыгрывать. Надо, но пока не совсем понятно как. В общем, на этом у меня все. С вами был Тим, до встречи!